Завершается приемная кампания. Высшее учебное заведение уже сформировали список бюджетников. В этом году на бесплатной основе будут учиться более 10 тысяч молодых людей Чувашия. Сегодня первые итоги своей работы представители приемных комиссий подвели на пресс-конференции. Дмитрий Квалев подробнее. В аудиториях столичных вузов непривычное затишье. Но даже сейчас здесь продолжают принимать документы. Фамилии тех, кто уже поступил на бюджетные места, появились в общих списках. Их уже вывесили на всеобщее обозрение. В университетах составляют рейтинг самых популярных факультетов. В лидеры выбиваются управленческие специальности. Если учитывая то, что на нашей факультете нет бюджетных мест, у нас спад на факультеты, у нас очень даже больше набора, чем даже на других. У нас приходят из многих регионов, из Межгородской области, из Мариэл, Таташтана приходит очень много народа. При том, что они знали, что у нас цены какие, и шли туда к нам же. Потому что наши специальности в менеджере по управлению персоналом, также по государственной муниципальной службе и рекламе, связи с общественностью очень популярны в наше время. Как никогда популярностью стали пользоваться и рабочие профессии. Нынешняя приемная компания показала, что большинство абитуриентов желают поступить на сварщика, автомеханика и даже машиниста крана. Но во главе этого рейтинга по-прежнему стоят медицинские специальности. Только в ЧГУ на одно место кафедры стоматологии претендовали 16 человек. Даже где достаточно много бюджетных мест, в частности по специальности лечебное дело, там 114 бюджетных мест было. Конкурс составил 8 с лишним человек на место. Приемная компания этого года особенная. Вне конкурса выпускники школ могли быть зачислены только в один вуз. Причем учебные заведения обязали вносить сведения о своих абитуриентах в единую федеральную базу. Количество бюджетных мест в республике сократилось почти на 500. Высших учебных заведений в Чувашии тоже стало меньше. Если в прошлом учебном году у нас было 24 вуза и филиала, то в этом году у нас будет 19 вузов и филиалов. Ну какие вузы, вернее филиалы сокращены, вы наверное знаете. Это у нас два филиала ЧГУ, значит дальше у нас филиал института Шолохова, Разумовского и был сокращен, вернее переведен статус учреждения профессионального задания. Это филиал Марийского государственного университета. Хотя и конкурс в этом году ужесточился. Изначально на бюджет желали попасть 25 тысяч человек. Конкуренция серьезная, учитывая, что по итогам ЕГЭ многие набрали неплохие баллы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.